Йоу, ребят, всем привет, с вами я, Лунибой, и сегодня мы продолжаем играть в Локи Крафт, в нашем замечательном выживании, с нашими замечательными жителями, големами и всеми остальными. Короче, я тут за кадром немножечко поиграл, специально, чтобы вам было на что посмотреть, поэтому сейчас погнали быстренько на наш спаунер пауков. Я его, конечно, еще не закончил, в прошлой серии, как вы могли помнить, он у нас так и не удался, но, если что, сейчас я его немножечко буквально исправил. Так, давайте мы, раз уж бежим через курочек, покормим их, а то они у нас опять задиспавнятся, а я бы не хотел, чтобы они диспавнились. Так, кушайте курочки, давайте, оп, оп, еще кушайте, да, ядрить, чуть не ударил курицу. Так, оп, и тебя тоже покормим, все, спаун пошел. Сейчас надо бы попробовать яйчик выбить. Короче, если сейчас выбивается курочка маленькая, то вы ставите лайк, это прям обязательно. Давайте, начинаем, раз. О, сразу прям, вау, это первый ему цыпленок, вылупившийся в этом сезоне из яйца. Да, как-то странно я говорю, но я просто очень сильно удивлен. Так, давайте еще раз, оп, не, все, больше не повезло. Ну, одной курочки нам достаточно. Это, конечно, не две курицы, это, конечно, не три курицы, как могло вылупиться из трех яиц, но это вообще прям, знаете, такой шанс, это прям нереально так выбить куриц. Так, короче, идем в нашу пещерку, уже всем нам знакомую, спускаемся такие вниз, и вот тут аккуратненько, аккуратненько, тут все-таки у меня как бы лесенки уже поставлены специально под такой спуск. То есть, если вы помните, у меня здесь раньше была такая яма вырыта, и в нее я, собственно говоря, спускался. О, кстати, у нас тут Гав-Гав, очень привет. Я совсем забыл про тебя, надо тебя отсюда достать. Так, давайте выставим блоки. Все, короче, была такая яма, и было не совсем удобно забираться куда-либо, а сейчас я решил сделать тоннель вместо ямы. И, то есть, смотрите, мы сюда заходим, у нас тут помещение 9 на 9 блоков, высоту я не считал, но вроде как, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь блоков в высоту. То есть, получается, вот здесь вот семь блоков, вот если сюда встану, будет шесть блоков. И вот такая вот коробка получилась здесь конкретно. То есть, смотрите, как будет работать этот спавнер. Я потом сломаю вот эти вот блоки, вода польется сюда, она становится вот здесь около, получается, этих табличек. То есть, она не может через таблички пройти. Здесь я сейчас тоннель переукрашу, сделаю здесь все как надо, поставлю сюда. Наконец-таки я смогу себе скрафтить, блин, забыл, как они называются, воронки, точно, воронки и ящики. И вот тут вот у нас будет самая основная спавн-арена, где мы будем драться с нашими мобами. Правда, нужно заняться тем, что мы сейчас просто возьмем и начнем крафтить всю эту вот суету, которая нам нужна для того, чтобы докончить, уже закончить до конца этот спавнер. Так, погнали наверх. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Вообще, спавнер должен быть рабочим. Я прям не уверен, что он на 100% будет рабочим, но я прям уверен, что, скорее всего, какое-то количество пауков будет в него попадаться. То есть, ну, не как в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами даже одного паучка не смогли увидеть в нашем спавнере. Ну, все по причине того, что как-то неправильно мы все сделали. Так, все, побежали. Мне сейчас надо будет скрафтить железные люки. Ну, можно, в принципе, и деревянные, но железные красивее будут смотреться. Мне нужно будет скрафтить три полублока, три заборинки, три сундучка и три воронки. Так что вот, такой вот у меня план. И сейчас я буду его исполнять. Так, побежали в наш основной дом. У нас тут, конечно, много домов, но основной у нас все-таки один. Если вы не знаете, если вы до сих пор не понимаете, что это за серия прохождений, то как бы вот мой самый главный, самый основной дом, с которого все начиналось. А все остальное, это как бы дома жителей. Да, я все им это построил, чтобы они здесь чувствовали себя в порядке. Так, смотрите, берем железка. Ой, что-то железка у меня, конечно... Хотя нет, в принципе, нормально железо. Так, сколько там надо? Раз, два, три, четыре, пять. Пять на три, пятнадцать. Пятнадцать железок мне нужно на воронки. Еще нужно дерево перекрафтить в доски, чтобы мы могли себе сделать, как они называются-то, ящички, да. Нам нужно, смотрите, делаем один сундучок, проверку делаем. Есть тут воронка в этой версии Локи Крафта. Так, это у нас ступеньки. Стенка из булыжника тоже заранее скрафтим. Рычаги. Блин, воронок нет, что ли? Есть котел. А нафига мне котел? Мне воронка нужна. А, блин, походу придется без воронки. Серьезно, нету, что ли, ее? Блин, такой старый этот Локи Крафт. Уже хочется в Майнкрафт обычный поиграть и в нем все вот эти вот свои идеи выполнить. Есть вагонетка. А, вот воронка. Боже, я слепошаровый, вообще, блин. Все, ладно, крафтим первую воронку. Раньше времени начал этот переживать, что нет воронки. Крафтим еще сундучок. Крафтим еще одну воронку и давайте еще один сундучок. И получается еще одна воронка, да? Так, давайте сундук делаем и еще одну вороночку. Все, хорошо. Теперь надо просто три сундука скрафтить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, раз, два, три. Три сундука готовы. И нужно еще скрафтить каменные плиты. Так, давайте проверим, все ли у меня есть. Есть у меня три воронки, три заборинки. Потом у меня есть, получается, три полублока. Да, и, в принципе, вроде как даже все. Вроде как даже все, что нужно, я вроде как взял. Конечно, возможно, я что-то путаю, как обычно. Но, если что, вернуться недолго и ресурсы у меня есть на исполнение моих желаний. Так, все, бежим, 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 бежим обратно. Надо сейчас гав-гавыча достать оттуда, с той стороны пещеры. Я ее, скорее всего, закрою, потому что... Ну, блин, ну зачем мне та сторона пещеры, если я не буду ей пользоваться? Главное, чтобы гав-гавыч нигде в текстуре не застрял и с ним ничего не случилось. Так, все, бежим, бежим. Тек, тек, оп. Привет, коровушки, привет, курочки. Как у вас дела? Ячика не вылупили? Ячика не вылупили. Ну, понятно. Идем дальше. Тек, готово. Почти. Оп, оп, оп. Паркур пошел. Чисто спидран по паркуру в пещеру пауков. Так, спускаемся вниз. Тек, все. Вроде как на месте. Меня, конечно, смущает, что здесь такой резкий спуск идет. То есть я в любой момент могу взять, просто прыгнуть и сердечки потерять. Но надеюсь, что такого не произойдет. Так, гав-гавыч, я беру косточку и повелеваю тебе следовать за мной. Давай. Стоять. Все. Побежали. Идешь? Гав-гавыч, ты мне нужен здесь. Сейчас пауки будут спавниться, мне будет плохо, если ты не будешь мне помогать. Все, нажимаем кнопочку стоять. Вот эту часть нашей территории мы благополучно закрываем. Блин, я вспомнил, что я еще забыл. Я факелов не накрафтил. У меня дикая проблема с факелами. Их все меньше и меньше. У меня уже уголь заканчивается. Можете себе такое представить? Уголь заканчивается у меня. У человека, который нереально много фармит. Так, ну эту часть можем закрыть. Да и в принципе сойдет. Вот у нас идет такой небольшой спуск вниз. Тут у нас будет комнатка для фарма. А вот эта часть у нас, собственно говоря, сейчас будет обустраиваться под ферму. Давайте для начала поставим сюда пока что какое-то освещение. И в принципе да, вот так сойдет. Кстати, вот это еще надо бы исправить. Что-то тут мракобесие какое-то сверху прям несусветное. Надо это все закрыть. Во, все. Вроде как комнатка получилась у нас. Ну и сейчас будем мучить голову, как правильно сделать наше расположение сундуков и воронок. Сейчас я к вам вернусь. Так, короче, смотрите. Я подглядел чутка, как именно это все строится. Смотрите, что мы делаем. Получается, берем сундуки, берем вороночки, берем, получается, еще вдобавок к себе заборинки. Да, и берем полублоки. Конечно, многовато их, но сойдет. Так, все. Реклама, закрывайся. Так, теперь получается, выкапываем здесь вот небольшое пространство. Хорошо. Ставим сюда, сюда, сюда сундуки. Блин, а почему ты сюда поставился, дорогой друг? Не понял, конечно, но очень понравилось. Так, вот сюда. Отлично, все. Дальше мы с вами должны направить воронки в стороны сундуков. Так, давайте садимся на shift. Куда она направилась? Нет, неправильно воронка поставилась. Она должна была в сундук смотреть. Так, ну, конечно, я скопал блок. Конечно, я его достать не могу. Ааа, получай. Жалкий блок. Давайте вот так вот, вот так вот и вот так вот. Ну-ка. Как посмотреть, воронки в нужное место смотрят или нет? Блин. Ладно, ломаем. Смотрим. Да, все, воронки смотрят в сундуки. Отлично. Давайте еще раз. Хорошо. Все готово. Так, эту часть мы вроде как закончили. Теперь смотрите, что делаем. Вот здесь вот выставляем заборинки. Раз, два, три. Ага, я уже через них пройти не могу. Пауки смогут, но я, конечно, как видите, не могу. Мне здесь надо будет сейчас чуть-чуть прорыть себе пространство. Так, тык-тык-тык-тык. Все, готово. Перепрыгиваем через это все нафиг. Так, вот это мне тоже придется скопать, потому что здесь будет главная часть формилки моей. Так, блин, я вспомнил, что я забыл скрафтить. Я забыл скрафтить люки. Люки железные мне нужны были. Ладно, ничего, сейчас исправим эту ситуацию. Смотрите, теперь шифтом нажимаем вот так вот. Ставим сюда полублоки. Все, мы спокойно проходим. Пауки здесь проходить уже не будут. Сейчас я быстренько сбегаю, попробую себе люки накрафтить. Ну, железные мне не пойдут. Мне нужны железные здесь. Ой, точнее, деревянные мне не пойдут. Мне нужны именно железные. Так что все, бежим. Бежим быстренько обратно. Ой, уже ночь, кстати, заодно поспим. Чтобы жители у нас не пугались. А то ночью они все пугаются, боятся. Типа такие, а что ты не спишь? А почему так долго ночь длится? Вот так вот жители мне говорят. Обычно. Когда я долго не сплю по ночам. Так что все, побежали. Быстренько в кроватку. Быстренько сейчас еще люки накрафтим. Я думаю, что три штуки мне вот как раз за глаза хватит. Чтобы все как нужно сделать красиво и правильно. Так, погнали. Оп, оп, оп. Так. Бася, привет. Ты мой самый верный песик был. К сожалению. К сожалению, был. Да. Так, бежим, бежим, бежим. О, все. Пробежали через нашу волчью стаю. Добегаем сюда. Берем немножко железки. Так, бежим. Смотрим, как у нас крафтится люк. Блин, по два люка крафтится. А, нет, даже по одному. Вы что, серьезно, что ли? Ну-ка проверим. Сколько? Да. По одному люку крафтится. Ладно, мне еще один люк нужен тогда. Для этого надо еще железки. Так, давайте возьмем раз-два. Хорошо. Ну, а теперь у нас еще и железо заканчивается. Пипец. Че? Грустненько. Я думал, у нас бесконечные ресурсы. А нет, надо скоро будет идти в шахту. И снова копать. Хотя, надо будет еще проверить мои сундуки, которые я вскапывал. Там по-любому должны быть ресурсы и железо, и все, что хочешь. Там должно быть. Так что, с этим тоже как-то порешаем попозже. Так, побежали обратно. Поспали. Немножко железки добыли. Себе сделали люки. И теперь можем спокойно себе отправляться на ту половину острова. Кстати, меня, знаете, что смущает? Что так далеко приходится бегать до этого спавнера. Может быть, пробурить через гору какой-то проход быстрый? Может, действительно уже пора этим заняться? Потому что, смотрите, гора большая. Ее реально приходится постоянно обходить. А можно сделать какой-нибудь проход прям насквозь. И спокойно через него ходить на другую сторону города. Нашего жительского. Ну, это чисто вам идейка. Можете в комментах сказать, нормальная эта идея или нет. Делать так или не стоит. Мне кажется, по-любому надо бы так сделать. Так, гав-гафач, ты у нас тут ждешь. Ай! Вот о чем я и говорил. Буду теперь постоянно падать и получать урон. Так, запрыгиваем сюда. Что мне нужно было сделать? Так, смотрите, сейчас надо все аккуратненько здесь зачистить от факелов. Вам сейчас, конечно, будет дико темно. Но это того стоит, ребята. Просто поверьте мне. Ломаем вот этот факел. Ломаем вот этот факел. Сейчас пока что пауки спавниться не будут. Потому что, ну, я как бы в безопасности на мирном режиме играю. Но вы, если что, будьте в курсе, что как только вы уберете факела со спавнера, то все, вам пупец. Вам сразу будет пупец. Так что это аккуратнее. Так, собираем факелочки. Они мне еще нужны. И теперь что мы делаем? Ля! Мы ломаем по одному блоку везде вот тут вот, где держится водичка. Так, давай, давай, давай. Оп. Хорошо. И тут ломаем. И здесь ломаем. И вот тут ломаем. Вам, конечно, наверное, ничего не видно. Но я обещаю вам, что это надо сделать. Так, все, видите? Если бы я был пауком, я бы скатился нафиг вот сюда вниз. То есть, теперь все пауки будут так делать. Так, можно еще вот этот блок скопать. Но это земля, блин. У меня лопаты нет. Ладно, сойдет. Все, как бы меня скинуло вот в эту часть. Так, и здесь, получается, паукенцы такие подходят. Вот тут останавливаются. И тут я, собственно говоря, их буду рубить, месить и все такое. Так, давайте сейчас мы делаем вот так. Закрываем эту часть. И, возможно, нам даже придется вот так вот все закрыть. Но пауки, они мелкие. Они один блок занимают. Они все равно там смогут пройти. Главное, чтобы они нам никак не навредили. Так, давайте проверим. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Так, вроде как все нормально. Сейчас берем железные блоки. Я сейчас кое-что проверю быстренько и вернусь к вам. Так, все, все, все. Я убедился в том, что я все правильно строю. И сейчас, получается, мы берем железные наши люки. Садимся на shift. И вот так вот сверху дополняем нашу постройку. Теперь эти пауки никоим образом нам не смогут навредить. То есть теперь мы в полной безопасности. И можем уже включать, получается, уровень сложности повыше. И начинать проверять нашу гипотезу о том, что все безопасно, все аккуратненько, все хорошо. Так, давайте я только заранее вот здесь свет добавлю. Дополнительный, чисто чтобы было. Чтобы никто тут не спавнился. Так, гав-гав, hcd. Следи за тем, чтобы никто ко мне не пришел. И никто не навалял мне по заднице. Все, мы ставим самый максимальный уровень сложности. И просто ожидаем. Сейчас будут спавниться пауки. И мы будем их месить. Все. Во, я уже их вижу. Да! Ребята, реально. Реально они тут. Смотрите, они к нам пробираются. Оу. Оу. Жестко. Я прям вижу их мордочки. Вот они стоят, ждут нас. Так, давайте мы им свет добавим. Я не знаю, зачем, правда, но... Я надеюсь, это никак на спавнер не повлияет. Так, давайте пауки. Вот что, застряли там друг в дружке? А почему я бить их не могу? Эм. Что-то... Что-то с битьем проблемы, ребят. Может им что-то мешает? Так, давайте вот это уберем. Нет, они там просто застряли, как будто бы. Пупец, что? Они просто не помещаются все в этот... В этот проем. Они не стакаются друг в дружке. Что за фигня? Почему это не работает? Так, ладно. Давайте вырубим уровень сложности. И попробуем сейчас что-то сделать с туннелем. Потому что, мне кажется, основные проблемы именно в нем. Вот они где-то тут вот приплывают, такие. Вот в этой части. И застревают. А почему так, непонятно. Хотя, казалось бы, они должны... А, может им забор мешает, слушайте. Интересный вопрос, интересный. Давайте забор уберем. Конечно, не хотелось бы от него избавляться. Он жутко полезный тут. Но без него, наверное, никак. Не порешаешь эту проблему. Так. Тогда, блин, вот этот вот спавнер не будет забирать лут. Ай. Ай, как сложно. Ай, как тяжело. Так, ладно. Давайте все равно проверим нашу гипотезу насчет спавнера. Мешал ли он нам или нет. На самом деле. Получается, выставляем еще вот тут блоки. Так, берем, берем-берем булыжник. И выстраиваем еще раз вот тут все по новой. Так, добавляем, конечно же, железные люки. Так, а почему только один? А, наверное, какой-то из люков сюда упал, да? Да. Хе, уже работают вороночки. Все, врубаем опять максимальный уровень сложности. И ждем. Теперь, надеюсь, что паукам не что не будет мешать. Они смогут до нас добираться. Хотя бы чуть-чуть. Давить, паучки. Во! Это начало работать, да? Хе-хе-хе. Так, мне кажется, что мне лутевич не будет падать с них. Из-за этого. Мне там больше воронок надо будет разместить. Чтобы, знаете, воронка об воронку упиралась. И весь лут попадал вот сюда вниз. Ну, то есть, видите, я не получаю лута. Он там остается. Вон, я вижу паутинку. Она ко мне не падает. Блин, плохо. Ладно. С этим тоже надо будет сейчас разобраться. Сбегаем быстренько, накрафтим еще вороночек. Но, как видите, уже результат есть. Уже мы можем спокойно брать и месить паучков. То есть, все работает, все отлично. Давайте освещение добавим. Во! Вообще легендарно, эпично и классно. Бам! Хорошо. Все, ладно. Давайте врубаем обычный уровень сложности. И бежим обратно. Теперь у нас, наконец-таки, есть безграничный источник паутинки. И безграничный источник паучьих глаз всяких там разных, которые будут нужны в зелеварении. Так что, да. Мы, ребятки, с вами теперь обеспеченные и крутые. Все, бежим обратно. Мне сейчас надо будет потратить 15 железки на то, чтобы скрафтить еще 3 дропера. 3 воронки. И в них мы, если что, потом загрузим. Вот, заместо тех блужников, заместо тех заборов, мы туда еще дроперы поставим. То есть, ну, нормально будет вот так, мне кажется. Просто иначе, ну, никак лут мы по-другому не соберем. Так, все. Привет, жители. Здорово. Я уберу меч, чтобы случайно кого-то из вас фатально не ударить. А то моя тычка реально с такого меча, наверное, сразу жителя на небеса отправит. Так, все. Забежали. Привет, собачки. Ай, реклама. Не надо мне рекламы. Все. Идем дальше. Тек, залетаем. Железка у нас тут сколько? 40 штучек у нас есть еще. Ну, блин. Плохо, плохо, что оно у нас заканчивается. Но, если что, мы с вами еще его переплавить можем. А, вот тут еще железо есть у меня. Все, ладно, не заканчивается. Все отлично. Беру свои слова назад. Так, делаем доски. Мне нужно 3 сундучка. 3 сундука готово. Делаем 3 воронки. И бежим быстренько обратно. Сейчас мы попробуем поставить вороночки на место булыжников.